Инициатива возникает в сети. Блогеры, общественники и неравнодушные решили создать в городе организацию по сохранению культурного наследия. По аналогии со столичным сообществом, там клуб носит название «Архнадзор» и существует с 2007 года. Во Владимире, Костроме, Ярославле и других соседствующих субъектах организации градостроительной культуры есть, а в Иванове еще не было. Непорядок. Главная идея заключается в том, что нужно сделать ту организацию, которая будет активно работать со специалистами, то есть с архитекторами, с краеведами, с историками, с специалистами в области градостроительства, с юристами, с тем, чтобы предложения по тому, как сделать город лучше, чтобы они были профессиональными. Для этого нужно сформировать некий актив, который с этим профессионалом будет работать и эти предложения давать в том числе и органам власти. На первом организационном собрании было решено дать название организации, выбрать активистов и определить основные цели. Краеведы-любители выбирают из двух вариантов названий – «Арх-Ив» и «Арх-Дозор». Конечное решение так и не было принято. Участники встречи отметили – организация выбирает для себя мирный путь решения проблем. Мы пытаемся создать ивановский аналог «Арх-Дозор». «Арх-Дозор», в основном, насколько я знаю, он функционирует в виде пикетов, в том числе незаконных каких-то акций, которые не согласованы с городскими администрациями. То есть пикеты, блокировки строителей и так далее. Не хотелось бы, чтобы наша организация начинала именно с этого, с незаконных митингов и так далее, хотя тема на настоящее время модная. Инициативу ивановцев поддержали чиновники от культуры. По мнению Александра Мартынова, бороться с градостроительным беспределом нужно совместными силами. Генплан города, который до сих пор не согласован с Департаментом культуры, называют неадекватным. Сегодня в Департаменте 5 человек на 2000 объектов. Можете представить себе, при наличии сегодня в производстве порядка 20 административных дел и порядка 20 гражданских исков. Достаточно сложно действительно с этой ситуацией бороться. Охранные зоны памятников всех видов были определены в 70-е и 90-е годы. Сейчас градостроители на них и не смотрят. Строительство разрешено даже на территории объектов культурного наследия. По мнению общественников, организация сможет активно вмешиваться в процесс застройки. Если это будет обнаружено как некие новые формы, скажем, некого анализа состояния архитектуры современного города и какой-то попытки, может быть, влияния на этот процесс, общественного влияния, то я думаю, что это актуально и поэтому и здесь. Новое – это хорошо забытое старое, вспоминает краевед Тихомиров. В конце 80-х годов в городе уже была инициативная группа под названием «Иваново-Вознесенск». Активисты также интересовались архитектурным обликом города и многие здания им удалось отстоять, некоторые новшества внести. Например, с тех времен традицией стало обсуждать генплан всенародно. Многие, кстати, идеи, которые тогда казались невероятно смелыми, и даже вот людей в голове не уколо, например, предлагалось присвоить музей в нашу имя Тихина Ильича Борина. Тогда это было просто какой-то шок. Никто даже не мог представить себе даже это. Ну а сейчас вот это все произошло, и никто уже никого не шокирует. После встречи активисты решили взять паузу и решить для начала технические вопросы, выбрать лидера, название, разработать символику и определить круг задач, а после приступать к решению наболевших культ проблем. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.